Давайте попробуем колбаску. Я понимаю, какой она была и какой она должна быть. Отличить один от другого очень сложно. Говно приехало! Откратительно там их засужу! Всем фуд-привет! Меня зовут Макс Брандт. Очередные выходные на самоизоляции, которые сливаются с будними днями, по крайней мере у меня. Напишите в комментариях, как у вас проходит этот режим. И проходит ли у вас вообще? То есть, может быть, вы ходите на работу, у вас в городе или в стране что-то по-другому. В общем, мне интересно узнать ситуацию у моих зрителей. Как вы понимаете, сегодня обзор доставки, потому что в моем случае не так много чего можно снять. Но сегодня доставка должна быть хорошей. 4,9 звезд в Яндекс.Еде. Довольно проверенная и долгоиграющая, так сказать, компания СтарДокс. По-моему, с 1993 года они топ-1 по количеству точек общепита. Более 1250 штук по России. В общем, это должна быть очень крутая, вкусная и интересная доставка. Для вас специально, чтобы вы взяли свою еду и она была с помощью моего видео вкуснее. Заказали, ждем. Ну что ж, друзья. Заказали, ждем. Обещали 65-75 минут. Понимаю, что у них много заказов. У меня он довольно тоже большой. Но прошло 2,5 часа. Мне позвонил оператор от Яндекс.Еде и говорит, ой, к вам уже почти подошел курьер, это через 2,5 часа. Но он забыл одну позицию. Hunter Dog. Мы вычтем у вас из цены, собственно, и возвратим эту разницу. Дали еще промокод там на 20% скидки. Ну, в общем, я не знаю, либо долго готовили, и это косяк Star Dogs, либо курьеров так мало, потому что ажиотаж. Ну, 2,5 часа вести хот-доги, то есть стрит-фуд, который в обычное время там за 2-3 минуты отдают. В общем, это не дело, это фиаско, это разочарование и так далее. Вы мне говорите, что я не эмоционален, когда что-то ругаю. Ну, вы же не тупые у меня люди. Вам не обязательно кричать, что вот говно приехало, отвратительно там их засужу, заплюю. Зачем? Вы и так понимаете, что 2,5 часа это не дело. В любом случае, курьер в Яндексе получил соточку в качестве чаевых, потому что он довез, поставил, сфоткал, то есть бесконтактная доставка была произведена. Ну, в общем, давайте посмотрим, холодная приехала, горячая, еле тёплая, и что мы вообще будем есть, кроме хантер-дога. Как вы понимаете из названия, в основном здесь хот-доги, но есть в обычное время 3 бургера. Вега, которого сейчас не было, но я бы его и так не заказал. Есть говяжий бургер, но тоже нет смысла брать. Я взял бургер с карри-вурст колбасой. Очень интересная ситуация при заказе хот-догов. Ко всем нужно обязательно минимум 1 из 5 соусов за 0 рублей, это нормально. То есть вы выбираете, какой соус идёт к хот-догу, но обязательный пункт, вы должны платить 10 рублей за вот такую вот коробку. То есть нет варианта ни один хот-дог, кроме французского, привезти без коробки. Это нормально, потому что, как мы видим, без коробки, собственно, приезжает так себе. Но почему нельзя уже в цену хот-дога добавить цену этого контейнера? В общем, довольно странно, но я понимаю, зачем он нужен обязательно, потому что здесь могло быть лучше. Но не шибко логично, чтобы это было в разновой, в общем, с обязательным вариантом покупки этого дела. Хот-дог французской, уже еле тёплый, градусный на 25-30. Давайте, в общем, смотреть, что и как. Так, друзья, стоп. То есть я не заплатил за коробку только в одном случае, и здесь приехало без коробки. Но здесь у нас два хот-дога в одном боксе. То есть, получается, они взяли с меня 10 рублей за коробку, но две из четырёх не доложили. Либо я что-то неправильно считаю, либо они так навариваются. Надеюсь, это какая-то ошибка, но если нет, то они просто облапошивают людей, и как у них такая оценка 4,9? То есть 20 рублей с каждого человека, который заказал там словно больше трёх хот-догов, они не имеют. Просто ужас какой-то. Ладно, давайте быстро проверим температуру. Так, 37, 38 – это ещё ничего. 37, 38, сама сосиска 25, 27, 29. Здесь у нас 36, 35. Ну, тоже в среднем не так плохо, как могло быть. Давайте начнём с бургера. Вот он такой приехал вот в большой упаковке, с салфеткой и ещё в маленькой бумажке. Выглядит он довольно неплохо. То есть тут... Ох, ребята, тут внутри прям скрученный карри вурст. Запах приятный. Масса хот-дога должна быть 210 грамм. Ну, слушайте, по массе хорошо. 233 рубля в целом для такой колбасы и такой начинистости неплохо. Но, естественно, это всё прохладное. Сколько тут у нас? 30, 32. Приехало бы за час, час десять, как они обещали, было бы самое то. Сухущее всё. Булка. Прям максимально ни капли влаги. Сосиска. Я понимаю, какой она была и какой она должна быть. Соус, пряности, вкус, в принципе, неплохи. И я сразу говорю, что разогревать что-либо привезённое вам в доставке – это не дело. Задача сервиса доставки ресторана, который работает на доставку – привезти горячее, чтобы вы заказали, получили и сразу съели. Если вы разогреваете, это неправильная работа агрегатора плюс ресторана. В данном случае она здесь такая есть. Я понимаю, каким он должен быть вкусным, но в данном случае, ну, 233 рубля вообще жалко отдать. И это при том, что я очень хочу есть, потому что я ждал 2,5 часа. И самое главное, что я не знаю, чей это косяк – Яндекс.Еды или ресторана. Потому что под прошлым роликом мне писал Илья Варламов, говорил, что спасибо за обзор, но у нас на кухне в Варламове есть, сразу готовят всегда. И очень часто бывает, что нет курьеров. Тут, может быть, так же. Это сразу мы-то приготовили с полужару и ждали долгое время курьера из Яндекс.Еды. В общем, такой симбиоз для меня и для вас сыграл плохую службу. Это, конечно, в таком виде не стоит заказывать вообще никогда. Я думал, что это французский хот-дог, потому что я для него специально не покупал коробку, чтобы проверить, как доедет. Но французский мне положили в общую братскую могилу остывающих блюд. А это у нас руле с дижонской колбаской со 277 рублей 350 грамм. Ну, слушайте, вообще хорошо. К этому руле дают вот такой вот прибор, чтобы было удобно есть. И посмотрите, налипло здесь вот эта вот салфетка, эта вот бумажка. Я вижу здесь большое количество остывшего уже пюре. Опять та же история. Я чувствую, что в горячем виде тёплое пюре с хрустящим луком было просто волшебным, сытным и крутым. Но сейчас я понимаю, что это есть не то, что невозможно. Можно, но ощущения не те и отношение к доставке просто стало ниже нуля. Давайте попробуем колбаску. Сочное, пряное, но абсолютно холодное. И если это в микроволновке разогреть, то всё нахрен распарётся. Опять же, я дико извиняюсь за то, что, возможно, испортил вам трапезу, но я реально хотел для вас заказать что-то очень крутое, качественное и классное, чтобы вы тоже крифанули вместе со мной, так сказать, у себя дома. Сорян. Всё по-честному, и это, конечно, никуда не годится. Это очень сытно, и по объёму за 277 рублей вообще просто сказка. Поэтому, как только всё спадёт, я первым делом поеду в точку общепита Стардокс и попробую это в горячем виде, потому что в доставке, ну, сами понимаете. Французский хот-дог с чикен-грейс-сосиской за 176 рублей. И это хот-дог, который можно было заказывать без коробки. В данном случае, так как у меня чётное количество, то его положили в коробку. Один из самых неудобных хот-догов, потому что вы первым делом так получается, что съедаете сосиску. И вот здесь остаётся только булка, в лучшем случае с небольшим количеством соуса. Очень сухо, но более-менее тепло, потому что булка всё-таки содержала жар от сосиски. Поэтому через 2 часа после заказа ещё более-менее теплится жар. Сама по себе цена адекватная, то есть этим можно плотно перекусить. Большое количество булки, немаленькая сосиска. В целом вкусно. Но, опять же, в тысячу раз вкуснее в точке общепита, чем в доставке. Ну, как так, кто виноват? Вот о чём я говорил. Сосиска вот здесь вот заканчивается. То есть вы сантиметра 3-4-5 едите чисто сухую булку. Поэтому этот хот-дог в данном случае, может быть, самый тёплый приехал. Но в целом, если у вас есть выбор, лучше заказывать датский. А вот тут ситуация интересная-странная. Отличить один от другого очень сложно. Я тут вижу сосиску в беконе, а вот два других для меня на вид, по крайней мере, один в один. 199 рублей за хот-дог с сосиской в беконе. Цена адекватная для стритфуда, тем более для Москвы. Я только сейчас вспомнил, что я везде разные соусы клал. Но сейчас очень сложно понять, где что. Потому что, когда это холодное, всё смешивается в кашу. Здесь я вижу сырный соус. Та же история. Прохладная сухомятина. Потенциал есть, и он был. Но в данном случае, ну, на троечку. В лучшем случае, если не особо придираться. Сосиска качественная. Бекон на своём месте. Булка плотная. И только из печи она прямо обволакивает. При этом обогащает вкус. Тут, ну, просто булка. И в домашних условиях можно сделать быстрее и дешевле и вкуснее, чем приехало сейчас. То есть, если мы домашний вариант сравниваем с их только приготовленным, мы, конечно, вряд ли так всё подберём. Но вот доставка в С, то, что у нас дома, я думаю, что проигрывает вообще на 10 позиций. Есть можно, разогреть можно, но будет хуже. Всё-таки мы заказываем еду и тратим большее количество денег, чем сами приготовили, потому что хотим насладиться. Не просто насытиться и желудок набить, потому что это можно сделать и дыша раком, и булкой, и всем чем угодно. Мы хотим кайфануть от того, что мы не готовили. В данном случае кайфануть не получается. Тут булка размякла, тут твёрдая. Печаль и ужас. Два хот-дога. Один датский с чоризу, а второй с сосиской кнакерс. И я так понимаю, что вот эта вот более таракотовая, это с чоризу, а более, так сказать, мелкий вариант, это стандартная с кнакерсом. Стоит 186 рублей, из них 10 рублей коробка. По умолчанию, то здесь мы должны её купить. Величина стандартная, наполнение, в принципе, такое же. Давайте пробовать. В холодном виде и жилы чувствуются сразу в сосиске, и булка, опять же, всё утяжеляет. Не крочится ни кетчуп, не особо раскрываются. Эти уже подувяли. Насытиться, набить желудок вообще можно. Особенно если разогреть, и там есть ложка вилки, потому что уже будет каша. Это, пожалуйста, ваше дело. Я заказываю еду, чтобы тут же съесть прям вот вкуснейшее. Чуть хуже, чем в ресторане. Но в последнее время, то ли с ажиотажем, то ли с ещё чем-то, получается, что ухудшается сервис доставки. И те, кто живут только на этом, реально могут прогреть. Потому что я вот снимаю обзор, вам существенно говорю, и вы подумаете, заказать там или нет. А для них это получается антиреклама. Неизвестно, кто виноват конкретно, но проигрывает в этой ситуации стардокс. Потому что вы вряд ли после обзора захотите это всё заказывать. Яндекс.Хеда молодцы, то есть они точно знают, что к ним обратятся, потому что они только есть по большому счёту и Delivery Club. В Delivery не все есть бестики. Также они там всегда звонят, они промокодик дают, а стардокс получается в дураках. Ну, хороший был продукт, ну вот. И последнее, что привезли, но не последнее, что я заказывал, датский хот-докс Чоризу за 238 рублей. Из них 10 рублей это коробка. Чоризу хороша даже в холодном виде. Но булка всё портится. Вот хоть вытаскивай эту сосиску, режь и отдельно вилкой поедай. В этом случае колбаска, конечно, максимально вытягивает вкус. То есть это можно есть даже в прохладном виде. Если прошлые были никудышными, то тут я готов смириться с прохладой за счёт крутого вкуса этой итальянской колбаски. Цена адекватная, вкус нормальный, особенно по сравнению с теми прохладышами. Так что Чоризу можно заказывать смело даже с двухчасовой доставкой. Это, конечно, компромисс для тех, кто прям хочет хот-дог, но для тех, кто выбирает, откуда заказать, вряд ли даже Чоризу выиграет в выборе. Давайте, друзья, мы и подытожим. Ехала всё два с половиной часа. Приехала еле тёплая. Кроме Чоризу ничего прям приятного здесь нет. По массе хорошо, по цене приемлемо, то есть за горячие блюда я готов платить такую цену. Один хот-дог не доставили, но, конечно, позвонили и вычли его стоимость из общей суммы. Либо обманули, либо намудрили с количеством коробок. Я заказывал три коробки для трёх разных хот-догов. Мне дали две коробки и положили в каждую по два. С одной стороны, один из них спасли мне, но, с другой стороны, 10 рублей списали. Не знаю уж хитрости, это обман или случайность. Я уже 10 рублей прощаю этому ресторану, потому что им сейчас тяжело. Но выяснить это было бы интересно как минимум. По итогу заказывать доставку из Стардокс я больше не собираюсь. Вы, я думаю, тоже, потому что за что-то зацепиться. Есть желание пойти после карантина туда и сравнить эти блюда с тем, что приехало. Возможно, и, скорее всего, будет лучше. Но в данном случае на этом наши полномочия всё. Вы лучше всех, Макс Брант. Пишите в комментариях, что вы думаете. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok